Друзья, приветствую вас! Давайте обсудим основные события новой недели, как они будут влиять на движение рынков, движение валют, товаров, акций. И каждый день будем корректировать, что там происходит, что меняется, что добавляется. В понедельник, внимание по поводу новостей относительно переговоров торговых Соединенных Штатов Китай, что там будет, какие новые новости. Помимо этого, там понедельник, вторник, выходной у Казахстана. Поздравляю всех граждан Казахстана с этим праздником. Южная Африка, День примирения. Тоже их поздравляю. Не знаю, правда, что это за праздник, но пусть он нехорошо пройдет. Смотрите, до открытия нашего рынка по Китаю выходит очень большой блок статистики. Это инвестиции в основной капитал, объем промышленного производства и уровень безработицы. То есть, когда уже наш рынок будет открыт, вот эти данные выйдут, можно будет их посмотреть на инвестинге. Ну, либо я принтскрин в телеграмму сброшу, чтобы у вас эти данные были. Соответственно, это очень сильно повлияет на то, как отторгуется Китай в понедельник и то, как будет торговаться наш рынок. Потому что сейчас очень пристальное внимание Китаю после того, как у него началось замедление в середине октября по ВВП роста. Соответственно, там сейчас масса вылазит проблем с кредитованием. На фоне роста количества открытия новых предприятий, это может привести к коллапсу в ближайшее время. Поэтому по Китаю надо вот эти моменты отслеживать. Если Китай рухнет или там какие-то проблемы вылезут внезапно, то мало не покажется никому. Так, дальше что у нас? Помимо того, как отторгуется Китай и какие будут новости по Китаю, Дальше у нас в 11.30 идет индекс деловой активности по Германии. Ну, во-первых, если показатель будет меньше, чем заложено, прогнозируют 44,5, это будет негатив по евро. И вообще это может быть негатив для всех фондовых рынков, потому что Германия – это локомотив Европы. И достаточно дальше плотно идет пакет статистики по еврозоне. Потом в 12 часов индекс деловой активности в производственном секторе Евросоюза, PMI. И уровень деловой активности в секторе услуг, уровень заработной платы в третьем квартале по Евросоюзу. Соответственно, вот этот период 11.30-13.00 будет очень турбулентен для евро и может существенно повлиять на рынки. Если будет плохая статистика, то это приведет к коррекции на рынках, по крайней мере, краткосрочной. Ну, обычно под Новый год выходит хорошая статистика, но сейчас такое время очень турбулентное, когда квантовые скачки в обе стороны происходят. Поэтому надо быть очень внимательным. Так, далее 16.30. Индекс производственной активности по США. Ну, это не очень сильный показатель, но тем не менее он определенное влияние на американский рынок и на индекс доллара может оказать. Ну, и потом там с каким-то интервалом идет различная статистика по США, но эта статистика, она не самая такая сильная. То есть она средней силой обладает воздействием на рынок. Вот, но тем не менее надо отслеживать, то есть какие выходят индексы, и когда они выходят, вот в эти моменты может быть достаточно высокая турбулентность. Так, вторник, 17 декабря. Ну, там уже в ночь будет объем покупок долгосрочных ценных бумаг американских в ночь с понедельника на вторник. Я думаю, это, скорее всего, не так существенно отразится на рынках, как то, как отторгуется Китай. Так, дальше, соответственно, мы с утра, как обычно, смотрим, что там с Китаем происходит перед открытием нашего рынка. И дальше в час дня сальдо торгового баланса Евросоюза. То есть это вот информация, которая, она достаточно существенно будет влиять на евро. Вот если выйдет сильная сальдо, то есть более 17, то, скорее всего, евро еще прирастет к доллару. Если, соответственно, плохие данные, евро скорректируется. Дальше в три часа заседания бразильского ЦБ. Ну, здесь у меня сложно, скажем так, с какой-либо оценкой. Здесь единственное, на что надо обращать внимание, что Бразилия посыпалась, не посыпалась. И также какая у нее динамика. Потому что все emerging markets, они друг друга в той или иной степени не воспроизводят с каким-то лагом. Так, и вот дальше идет важный момент. Это в США в 16.30 по Москве число выданных разрешений на строительство. Если их будет меньше, чем прогнозируется, 1,4 миллиона, это приведет к существенной корректировке, скорее всего, на американском рынке, и ослаблению доллара против основных валют. Но обычно такие события происходят из-за этих новостей. Так, ну и далее идет статистика по США. Наиболее важная статистика потом в 6 часов – это число открытых вакансий на рынке труда. То есть вот здесь может быть существенная волатильность в 6 часов по Москве, которая приведет, во-первых, к колебанию курса доллара относительно евро и других валют. Во-вторых, если будет какой-то явный негатив или трэш, соответственно, может привести к корректировке по американскому рынку вниз. Ну, соответственно, если вдруг выйдут позитивные ожидания, то есть он будет больше там значительно предыдущего, то, соответственно, это может драйвером для дополнительного роста послужить. Так, ну с этим все понятно. Так, вот смотрите, в среда, 18 декабря, 10 часов по Москве, выходит статистика по Европе, индекс цен производителей и оценка текущей ситуации в Германии делового климата. Ну, оценка, индекс деловых ожиданий, оценка делового климата – это в 12 часов. Вот, но здесь смотрите, какой момент. Если PMI будет плохой, то, скорее всего, вот эти показатели, которые в 12 выйдут, они тоже будут негативные и приведут к корректировке вниз евро относительно доллара и, возможно, к просадке рынков. Если они будут позитивные, это, скорее всего, приведет к укреплению евро против доллара и дополнительной эйфории на предрождественских рынках. Так, 13.00 – базовый индекс потребительских цен. Ну, вот эта информация, она, скажем так, на первый взгляд, не очень существенная, но она влияет на дальнейшую манеритарную политику Европейского Центробанка. То есть, в зависимости от потребительских цен, это тоже оказывает влияние на формирование процентных ставок ЕЦБ. То есть, не в такой степени, как у нас, но они тоже этот момент отслеживают и принимают решения по процентной ставке, исходя, в том числе, из этого показателя. Так, ну, индекс потребительских цен. Так, дальше, смотрите. 4 часа объем розничных продаж по Российской Федерации. Если вот этот показатель будет меньше прогнозируемого, 1,2%, то, скорее всего, мы можем увидеть как минимум краткосрочную корректировку по нашему рынку вниз. Ну, потому что, как бы, замедление объема розничных продаж или снижение, это говорит о том, что в экономике не все идет хорошо. Так, далее, в 4 часа уровень безработицы. Ну, у нас, на самом деле, уровень безработицы, он не очень показательный. Это достаточно рисованная статистика. Но, тем не менее, то есть, если сейчас он начинает расти, даже на фоне там всех тех пертурбаций, как его считают, это, скорее всего, будет говорить о том, что мы прошли дно. Проход дна по показателю безработицы является очень часто критерием начала каких-то катаклизмов в экономике. Так, ну и ВВП. Вот посмотрим, что там по ВВП нарисуется. Ну, конечно, я думаю, они хорошие ВВП нарисуют, но, скорее всего, то, что они нарисуют, на самом деле, оно будет ощутимо меньше. Далее у нас идут запасы сырой нефти. 18.30. Вот здесь обычно бывает движение цен на нефть. На этой статистике. Здесь, посмотрим, там во вторник появится прогноз, какой прогнозирует снижение запаса сырой нефти. Но здесь есть определенная закономерность. То есть, часто вот этими запасами корректируют предыдущее движение нефти. То есть, с какой-то определенной степенью вероятности больше 50%. Если цена на нефть падает, то запасы тоже падают для восстановления роста. И если нефть растет, часто выходят большие запасы, которые приводят к корректировке цен на нефть. Поэтому вот здесь 18.30 будет достаточно волатильно по нефти и, как следствие, волатильно по нашему рынку и по курсу рубля к доллару и евро. Так, дальше четверг. Четверг Индия. Нас не интересует. Но по Бразилии это нужно одним глазом смотреть, чтобы она не посыпалась. Так, 16.00. Международные резервы. ЦБ. Ну, вот здесь тоже надо обратить внимание на эту информацию. Они, скорее всего, будут прорастать, потому что сейчас деньги активно туда закачивают, которые из экономики выкачивают. Так, дальше баланс текущих операций США 16.30. Ну, на это имеет смысл обратить внимание, но эта статистика, она не самая главная по США. Хотя по США статистика, она, как правило, имеет более высокий приоритет, даже второстепенный, нежели чем статистика по другим странам. Вот США, Япония, Китай и Германия. Ключевые страны. Так, дальше у нас идет индекс производственной активности от ФРБ Филадельфия 16.30. Вот это тоже показатель, который может привести к существенной волатильности курса доллара американского фондового рынка и, как следствие, фондовых рынков других стран. Если провальное значение будет, то, соответственно, мы увидим корректирующее движение вниз. Так, далее. 18.00. Продажа вторичного жилья на рынке ноябрь по США один из наимощнейших показателей. То есть, если продажи падают, это говорит о замедлении и стагнации экономики. И, соответственно, негативный сигнал по продажам на вторичном рынке может привести к существенной корректировке на фондовых рынках США и всего мира. Так, вот, дальше. У нас пятница идет, 20 декабря. Уже до открытия нашего рынка решение китайского ЦБ по ставке. Нужно быть очень внимательным. Что они там нарешают? В зависимости от этого может быть очень сильное движение по нашему рынку. Так далее. 10 часов. Индекс потребительских цен Германии. Ну, не самый важный показатель, но, тем не менее, это может к определенной волатильности по евро привести. 16.30. Вот, здесь идет ВВП в Соединенных Штатах. Эта информация достаточно важная. Негативный ВВП приведет к просадке и начало корректировки. Вот, поэтому надо к этому моменту быть готовым и до этого момента желательно посмотреть, какая динамика. Здесь очень существенно срабатывает покупай на ожиданиях, продавай на новости. Потому что, если он выйдет такой, как ожидается, скорее всего, будет корректирующее движение вниз. Ну, как бы новость вышла, и все. Если он выйдет плохой, то есть хуже 2,1%, скорее всего, будет сильное движение вниз. Ну, а если случится чудо, и он выйдет там 2,3%, например, то, скорее всего, мы увидим эйфорию и значительный рост. Так, ну, что у нас дальше? Ну, дальше у нас вот идет статистика по США. Она, в принципе, не является такой ключевой, но все равно, как бы вот это время, когда она выходит там 18.00, надо быть наготове, потому что даже статистика, помеченная как 2 звездочки по США, она может существенное влияние оказывать на мировые рынки и мировые валюты. Так, ну и потом вечером выходят данные соцсфтси. Посмотрим, что там у нас будет по доллару, по евро, по нефти. Вот, друзья, это основные ключевые новости, исходя из экономического календаря на новую неделю. Соответственно, если что-то будет происходить, я буду держать вас в курсе, и каждый день все события держим на контроле и учитываем их в своей стратегии. Спасибо, до свидания.